Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский указ члене Шарля Азнавура. Были внесены изменения в президентский совет Западной Армении. Никол Пашинян с рабочим визитом вчера посетил Арцах. Внеочередные парламентские выборы Республики Армении пройдут 9 декабря. Минобороны Российской Федерации в Сирию доставлены емкости с хлором. В селе Нор-Кармирован в Арцахе археологи нашли мавзолей. Вручение премии Ура-Арту в Кремлевском дворце пройдет в память о Шарля Азнавуре. Национальный совет Западной Армении, президент Арменака Абрамян и правительство Западной Армении. Потомки армянского народа, пережившие два преступления, геноцид и насильственную депортацию. Выражая глубокую признательность за деятельность Шахнурова Генака Шарля Азнавура, он с Джорджем Караваренцем написал песню о Непале, основной темой которой являлся геноцид, совершенный против армян. После разрушительного землетрясения в Армении в 1989 году Азнавур собрал десятки деятелей искусства, чтобы помочь нашей стране. Таким образом появилась песня для тебя, Армения. Шарля Азнавур представляет голос армянского народа в пределах своей совести и возможностей до самой своей смерти, до 1 октября 2018 года. За его неустанные усилия во благо всех народов, к истинному примирению, миру и стабильности. В этом аспекте и в этом духе Шарля Азнавур представляет в умах наших людей как справедливый деятель. Аналогичным образом Национальный совет Западной Армении и правительство Западной Армении от имени Западной Армении официально признают и объявляют Шарля Азнавура справедливым деятелем нации. Арменак Абрамян, президент Западной Армении. Президент Республики Западной Армении в соответствии с Конституцией Республики Армения, глава 5, статья 82, постановил президент Западной Армении, формирует свой штат, президентский совет, в порядке установленным законом. Порядок оплаты, обслуживания и безопасности президента республики определяется законом. Постанавливаю. Согласно указу президента Офсеп Хазарян, был назначен секретарем Совета национальной безопасности. Этот указ опубликован официальным вестником Западной Армении. Президент республики Арцах Пакосаакян 1 ноября встретил в Степанакерте прибывшего с рабочим визитом в Арцах исполняющего обязанности премьер-министра республики Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщили Армен Пресс в Главном информационном управлении аппарата президента республики Арцах. Внеочередные парламентские выборы пройдут 9 декабря, а гид-компания стартует 26 ноября. Как передает Армен Пресс, решение об этом было принято на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии Армении 2 ноября. ЦИК Армении составила график проведения выборов, в котором предусмотрено 113 процедур. Партии и альянсы могут подавать заявки на участие в выборах до 18 часов 14 ноября. Зарегистрировать заявки надо будет до 18 часов 19 ноября. А гид-компания стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Избирательная комиссия дает на это 12 дней, сказал председатель ЦИК Армении Тигран Макучан. По словам начальника Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-лейтенанта Владимира Савченко, террористические организации доставили емкости с хлором к зернохранилищу в населенном пункте Каллад-эль-Мудик, который расположен в 20 километрах от сирийского города Хамы. Отравляющие вещества планируется использовать для инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирных граждан, пояснил Савченко. Стоит отметить, что 31 октября в Минобороны Российской Федерации уже указывали на то, что в Сирии готовится провокация с использованием отравляющих веществ. Однако международная коалиция назвала эти данные недостоверными. В этом году раскопки в селе Норк Армирован в Арцахе проводились в два этапа. В апреле-майе экспедиция проводила работу на месте, чтобы зафиксировать келью в обнаруженном здесь мавзолее. С 1 октября археологи начали раскапывать келью. В беседе с Армен Пресс руководитель экспедиции, научный сотрудник Института этнографии и археологии Нана Нажде Иронян сказал, что в этом году раскопки дали интересные результаты. Впервые мавзолей фиксируется под гомоморфными изваяниями. В мавзолее были обнаружены предметы из металла, кости, стекла, в том числе бусы, пуговицы, подвески и прочее. Возраст находок – начало первого тысячелетия до нашей эры, конкретнее – восьмые и шестые века до нашей эры. По его словам, раскопки были приостановлены в 2016 году, и на серьезные находки археологи уже мало рассчитывали. Как сказал руководитель экспедиции, научный сотрудник Института этнографии Нажде Иронян, раскопки в селе Норкар-Мераван составляют часть исследований Тигранакерта. Эти раскопки важны как для истории Арцаха и Утика, так и для Кавказа и всей Передней Азии. Вручение премии УРАРТУ в Кремлевском дворце пройдет в память о Шарле Азнавуре. Церемония вручения – Второй национальной музыкальной премии УРАРТУ, учрежденной премией УРАРТУ. Армянской молодежью России будет посвящена память французского певца Шарля Азнавура. Награждение состоится 3 ноября в Государственном Кремлевском дворце. Сообщили в среду в пресс-службе премии, передает ТАСС. «В прошлом году с благословения Шарля Азнавура мы рискнули реализовать такой масштабный проект самостоятельно. Мы всегда мечтали создать некий механизм, который бы способствовал преемственности поколений. Наша задача – сохранение единства культуры и духовности. Премию УРАРТУ мы посвящаем нашему наставнику в знак памяти и безграничного уважения», – заявила сопредседатель оргкомитета премии Анушки Ракосян. Организаторы отметили, что маэстро лично посетил вручение первой премии УРАРТУ. В концертной программе примут участие мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, французские певцы армянского происхождения Розе Армен и Жан Татлян, народный артист армянской ССР Рубен Матавасян, российский певец Игорь Саруханов и другие. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Дзайм Маханчетс в исполнении «Карин». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!